Всем привет! У микрофона Амортиз и это обзоры мобильных игр от Mob.ua, поехали! Сегодня у нас ещё одно порождение модной тенденции использовать игры как рекламу для фильмов. А сами фильмы у нас, конечно же, ремейки, что говорит о том, что кое у кого закончилась фантазия и осталось только паразитировать на кумирах прошлого. Но сейчас не об этом, сейчас об игре Робокоп. Что можно было бы сделать по Робокопу? Крутой шутер, тактическую бродилку, сайдскроллер, раннер в конце концов. Что же мы имеем? Унылый тир, который вообще непонятно зачем нужен и для кого сделан. Но давай по порядку. Графика в игре довольно неплохая, можно хорошо разглядеть самого Робокопа и даже повосхищаться его новым дизайном. Неплохо прорисованы враги, укрытия, окружение, но на этом веселье и заканчивается. С чего бы начать? Ну, пожалуй, с того, что игра совершенно бесплатна. И мы с тобой оба знаем, что это значит. Да, доната здесь много и он везде. Не сказать, чтобы он был слишком уж наглым, но в глаза лезет. И может быть он и был бы нужен, если бы на игру хотелось хоть что-то тратить. Но лично мне не хочется тратить на неё даже своё время, не то что деньги. И виной всему, конечно же, геймплей. Как я и говорил, это не бродилка, не экшен, это просто примитивный тир. Тир был весёлой штукой во времена Дэнди и ей подобных динозавров. Но сейчас-то всё-таки 2014 год. Как происходит игра? Робокоп перебегает от укрытия к укрытию. Блин, это слишком глупо даже для мобильной игры по фильму. Робокоп перебегает от укрытия к укрытию. Робокоп. Бронированная хрень для искоренения преступности. Укрытие. Ладно. Короче говоря, при продвижении вперёд вываливается очередная пачка врагов. Убиваешь их, бежишь к следующему. Укрытию. И даже перебежками нам поуправлять не дадут. Это ужасно однообразно и даже боссы не исправляют ситуацию. Также в игре есть несколько плюшек вроде автоматических дронов и довольно большой арсенал апгрейдов и оружия. Но всё это разнообразие опять же тонет в однообразии происходящего. Вердикт – это плохая и скучная игра. Она добротно сделана, однако ничего из себя не представляет. Правда, свою задачу она всё же выполнила. Мы заценили внешний вид нового Робокопа. И он вполне хорош. И на фильм я схожу. На сегодня это всё. Подписывайся, комментируй и оставайся с нами. С тобой были Фёдор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от МопТюэ. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»